Сирия сегодня 2 июня. Турция продолжила перебрасывать в Эдлиб системы ПВО и военную технику. Жены террористов ИГИЛ устроили демонстрацию в лагере беженцев Аль-Холл в Хасаке. Курдские боевики повышают цену на пшеницу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Алепа. Пользователь твиттер Калаат М сообщает, что в ходе боестолкновений к западу от города Алепа между проправительственными силами и боевиками сирийской национальной армии погиб боец ливанской организации Хизбалла Мухаммад Махди Мухаммад Шур. Точное место и причина его гибели не называется. На севере провинции жители поселка Тукхартеюм вышли на стихийный митинг против протурецких сил. Поводом для недовольства местных жителей стала беспорядочная стрельба, устроенная в поселке боевиками Джейшватания Сурия, входящий в состав альянса Сирийской национальной армии. В результате инцидента были ранены женщина и ребенок. Провинция Дейер-Эс-Зор. Как передает агентство Юфретис-Пост, в поселке Хаджин пожар уничтожил часть урожая местных фермеров. По информации источника, причиной возгорания стала засуха. Однако не исключено, что посевы намеренно подожгли террористы исламского государства. На севере Ирака подобным образом группировка провоцировала голод в деревнях, которые отказались от выплаты закята. Источник также сообщил, что из-за пожаров, которые уничтожают посевы, самоуправление демократических сил Сирии повысило цену на пшеницу, что вызвало недовольство фермеров и привело к ряду забастовок. Провинция Идлиб. Согласно данным портала Step News, в Идлиб из турецкой провинции Хатай, через погранперехода Кафр-Лусин, зашла очередная колонна военной техники турецкой армии. По информации местных источников издания, в составе автоколонны из 40 единиц техники были замечены самоходные артиллерийские установки Атилган. Как сообщает военно-аналитический канал World Journal, группировка Джабхат Аль-Ватания Лил-Тахрир выпустила заявление, в котором объявила военной зоной несколько районов в предгорьях Джабель-Аз-Завия на юге провинции Идлиб. Провинция Хасака. Как передает новостное агентство Anna News, в лагере беженцев Аль-Холл в очередной раз родственники и жены террористов исламского государства устроили шествие с флагами самопровозглашенного халифата. Колонна жен и вдов ИГИЛ вместе с детьми прошла по пятому сектору лагеря, выкрикивая лозунги в знак поддержки группировки, пока их не разогнала прибывшая охрана. В зоне контроля сирийской национальной армии прогремело два взрыва. Как сообщает портал Алкхабаур-21, взрыв самодельной бомбы в поселке Аль-Манахир убил местного жителя. В деревне Тель-Халаф также детонировала самодельная бомба, установленная на мотоцикл. Взрыв убил двух человек, третий был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Ответственность за установку самодельного взрывного устройства пока не взяла на себя ни одна из группировок. Военная полиция сирийской национальной армии подозревает в установке бомбоевиков из состава демократических сил Сирии. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.